Депутаты под занавес своих полномочий приняли весьма спорный документ Новый кодекс парламентских правил и процедур Пока только в первом чтении Но спикер Канду пообещал на этой неделе голосование и во втором Почему документ спорный? Ну, прежде всего, наверное, потому что все оппозиционные фракции его жестко критиковали И даже более того, заявили, что он ведет к узурпации власти Так что же стоит за этими обвинениями? Почему власть предпочитает их игнорировать? И чего нам ждать, если документ окончательно примут? Об этом говорим сегодня Вы смотрите Полюс Здравствуйте И сегодня до Полюса добрались мои гости Это Григорий Навак, депутат от партии социалистов Республики Молдова Добрый вечер Добрый вечер Сергей Мишин, доктор права Вам здравствуйте Добрый вечер Роман Михаэш, политический комментатор, юрист Юрист и магистр политологии Вот так вот И магистр балл Уже есть какие-то там маленькие регионы Так, поэтому я и уточняю Рада вас всех видеть Давайте говорить по этой непростой теме Потому что она вызвала неподдельный интерес Сразу же после принятия в первом чтении Вот вопрос простой Возможно даже несколько наивный Вот почему нынешний парламент Разрабатывает правила Для парламента следующего И в чем здесь интерес Господин Новак В принципе у нас уже есть регламент парламента Его только надо соблюдать этот регламент К сожалению это не всегда происходит И мы это убедились не один раз Когда во время заседания парламента Этот регламент нарушался В том числе Вот когда мы именно указывали на отдельные статьи Что нету К примеру образно говорят Ну могу привести простой пример Одно из последних нарушений К примеру Когда пытались протолкнуть Так называемый румынский язык В конституцию Помните Мы указываем на то Что нету Вот к примеру Нету авиза Юридической комиссии Которые обязательны В таких ситуациях И нам же нам не стоит его обсуждать На данном этапе Несмотря на это Поставили на голосование Проголосовали То есть вот это живой пример Как нарушается регламент парламента То что они не вышли с инициативы Внедрить другой регламент парламента Для следующего Созыва Потому что он теоретически Ну никак не успевает Для этого созыва Нам еще неделя осталась Для работы А для этого еще нужно Нужно проголосовать как минимум Во втором чтении И ряд других Скажем так Мероприятий Которые Промульгация Монитор Офичалы И так далее Этого Никак не будет Логически было бы оставить Вот если Нужны какие-то изменения В регламенте То Логически было бы Оставить Для следующего созыва То есть Чтобы следующий созыв Парламента Решал для себя Какие правила Уместны И какие нет Я думаю Демократическая партия Хочет показать Что делает Хоть что-то Поскольку Последние инициативы Которые были За последние полгода Особенно Одна Лучше другой В кавычках Да Есть ряд законопроекта Которые Ну социальные Которые В том числе И мы голосовали А есть И те Инициативы Которые Ну никак Не вкладываются В нормальную Логику В том числе Отдельные положения Вот этого Регламента Нового регламента Которые Мы критиковали И не только Мы критиковали Другие партии В принципе Критиковали И справедливо Критиковали Как по мне Ну Не нужен нам Сейчас На данном этап Есть более важные Никому Из оппозиционных Фракций Не было нужно Тем не менее Почему-то Вот сейчас Решили выступить С этой инициативой Господин Мишин Вот в чем Тогда Здесь был интерес Демократов Кроме того Что говорит Господин Навак Что ну Хоть чтобы Что-то показали Что делают Может быть У вас есть Другие объяснения Ну Я дополнить Могу Только Во-первых На последний Этот год 2018 Постоянно Что-то все Навязывают Да И вот Этот регламент Парламента Опять-таки Попытка Навязать Следующему парламенту Правила игры Причем Правила игры Парламентского Большинства Которые Нарушают Все Мыслимые Немыслимые Законы И Правила жизни Вы считаете Что этот Вот этот Документ Это нарушение Множества Законов Во-первых Давайте С вами посмотрим Просто простую вещь Мы с вами Свидетели Как получилось Это парламентское Большинство Нынешнее Которое мы Сегодня имеем И в этот Регламент Новый Который Пытаются Внести Четко Записано Уже Что во-первых Фракции Собираются В течение Десяти дней После того Как парламент Собрался Потом Можно В начале Каждой Сессии Еще Новые Фракции Соблюдать И при этом Самое главное Что там написано Что переход Из одной Фракции Из одной Партии В другую Разрешен То есть Они уже Пытаются Будущему Парламенту Узаконить То Что все Говорят Нужно Запретить Понимаете Это уже Первый Момент Второй Момент Это они Говорят В этом Новом Регламенте О том Что мы Можем Заседать И рассматривать Определенные Вопросы Без Кворума Минимум 52 человека Должны Находиться Здесь То есть Понимаете Они тем самым Уже Начинают Вести К тому Что Даже Если Нас Будет 12 Или 10 Человек В следующем Парламенте Мы уже Можем Решать Без Любых Других Людей Вот Теперь Поняла В этом Вы увидели Интерес Спасибо Господин Михаэш В чем Интерес Вот так Сильно Правящей Коалиции Что Она Не взирая На такую Тотальную Критику Когда Выходили И говорили Это узурпация Власти Нет Они все равно Проголосовали Сказали Что все равно Во втором Чтении Критики Во-первых Я считаю Что Все Согласны С тем Что В связи С изменением Экстральной Системы Нужен Новый Регламент Парламента У нас Появится 51 депутат По Мажоритарным Округам У нас Появится Куча Независимых Депутатов Все это Надо Регламентировать И В связи С этим Конечно Назревает И он Нужен Новый Регламент Но Есть только Первое Чтение Здесь Социалисты Другие Партии Имеют Право Я считаю Что Даже Обязаны Прийти С новыми Дополнениями К этому Законопроекту Нельзя Сразу Брать Вилы Вот Вот Изурпация И так Дальше Нет Я считаю Что это Рабочий Документ Парламента На котором Все депутаты Должны Отработать Не просто Критиковать А Претест Какими-то Дополнениями Между прочим Я смотрел Когда Принимали В первом Чтении Я видел Господин Север Другие Депутаты Об этом Говорили Давайте Приходите С Предложениями А почему Нынешний Парламент Принимать Регламент Следующему Парламенту Вот Следующий Парламент Соберется По новой Системе И Примет Свой Регламент Наверное Согласен С тем Что Новый Парламент Когда Появится Должен Какие-то Правила Они Действуют 2005 Года Для Парламента Который По списку Подождите Они действуют Не важно По какому Принципу Был Избран Депутат Они Действуют Данные Правила Для тех Депутатов Которые Избраны В парламент Не важно Пусть Перискуты Хорошо А что Бытность Не было Того Что Могли Независимые Баллотироваться Было Независимый Мог попасть В парламент Секунду То что Не попали Это Они Не умеют Туда Попадать Но В принципе Они Могли Попадать Поэтому Тут Нельзя Говорить Попробуем Найти Точку Соприкосновения Нужен Новый Регламент Потому Что Будет А кто Решил Что Нужен Серьезные Изменения Причем Электральная Система Выборов К Рабочему Отману Парламента Если Депутаты Придут Серьезными Доработками Этого Механизма Будут они Приняты Или нет Мы будем После этого Судить Насколько Этот Регламент Был Доработан Потому Что Сейчас Это Доработан Если Не примут Нет На данный Момент Я Видел Сколько Прикодили Нет Подождите Я видел Серьезных Доработан Потому Что Так Вот Кричать Что Плохое Это Несерьезно Вот Увидите Мы Встретимся С вами Через Неделю Через Две Недели Если Все Таки Примут Этот Регламент У нас Уже Готовы Несколько Десятков Поправок Готовы Я Гарантирую Что Не Одна Дай Бог Хоть Одна Здесь Господин Абак Говорил Так Что Должно Пройти Через Президента Подпись Президента Подписанного Мониторит То есть Я понимаю Что Здесь Все Заинтересованы Чтобы Он Не Был Таким Просто Документом Ради Документов А Можно Вопрос Задать Вам А Зачем Тогда Вы Сейчас Это Все Назвали Документ Ради Документов Зачем Туда Вообще Другие фракции В том числе Социалисты Приходили С какими-то Предложениями То есть Можно Разработать Теоретически Самый паршивый Законопроект И потом Секундочку А потом В принципе Ждать Что люди Должны Ко второму Чтению Они Должны Работать Как Получается Очень важно А если Социалисты Говорят Что они Вообще Не заинтересованы В этом Документе Если Наши поправки По сути Будут Менять Концепцию А если Меняется Минимум На 50% То есть Правила Игры Этот документ Нужно Его Заново Разработать Регистрировать А потом Уже Придти в парламент Вопросы Боли других Депутатов И других Депутатов Я внимательно Прослушал Там Были Две Или Три Позиции Не так Уже Много Позиции С которыми Были Несогласия Их Можно Разгладить Тогда Я буду От 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 Экспертов Буду Сейчас Говорить С чем Не согласен Ну смотрите Для некоторых Почему Вот сейчас Принят этот Регламент Ответ Кроется В одном Факте Ну что Было Предложено Чтобы Предыдущий Спикер А мы знаем Что это Представитель Демократической Партии Должен руководить Новым парламентом Ну каких-то Пять минут Чтобы Открыть Его По крайней мере Ну пять минут Это Обрано Чтобы Открыть Его Вот Депутаты Задаются Вопросом А почему Нужно Закладывать В регламент Да Вот Это Время Чтобы Представитель Прошлого Парламента И зачем Ему Вообще И зачем Ему Вообще Это Понятно Но зачем Они Настаивают На том Что Хотя Бы Какое Время Парламентом Будут Руководить Демократы Вот Такой Вопрос Первое заседание Согласно Этому Регламенту Проводит Старейшина Правильно Старейшина Да Я просмотрел Что в других странах Там есть Жеребий Где-то там Договоры Больших фракций И так далее По-разному Работает система Нигде Нет Такого Чтобы Один вариант Работает Другой С моей точки Зрения Здесь Можно Опять же Договориться Потому что Есть То что Предложили Чтобы Спикер Если он останется Депутатом Старейшина Осталась Я предложил бы Еще один вариант Например Чтобы по договору Фракции Кто-то из депутатов Третья была Позиция Фракции То есть Первый день Работа парламента Я только не понимаю Зачем менять То что работало Слушайте Это действует Уже на протяжении 27 лет Если честно Это очень субъективно Старейшина Понимаете Самый старейшина Самый старший Депутат Почему А почему Не самый младший Нет Подождите У вас же опыта Больше у старшего Это нормально Это в любом Воспитательном Вопрос нужно задавать Господин Мишин Секундочку Вопрос нужно ставить По другому Вот у нас до сих пор Открывал старейший депутат Скажите Хоть когда-то Это было негативно Сделано И отражено Это потом На работе В парламенте Было плохо В Воронин В 2010 году Пытался тормознуть Работу парламента Мы по итогам Говорим сейчас Господин Михайлович Когда это было сделано Было три заседания С третьей попытки Провели Первое заседание Когда это было Вот так Вот прям Повлияло на работу Было так Было так Когда Повторяюсь В 2010 году В третьей попытке Парламент начал работать Да Потому что И от этого Пострадал Пострадал Весь парламент И поэтому Решили Что господин Канг Должен открывать Он же сказал Что он с этого места Никогда не сойдет И будет целем Всего на этом месте Вот поэтому Как эксперт Еще взяли Что если будет Канг вообще Заработает с первого раза Не знаю Здесь я понимаю Так что Надо найти Компромиссный вариант Один из вариантов Который я Как эксперт могу Предложить Чтобы партии Которые проходят Парламент Председатели партии Каким-то образом Или жребием Или каким-то Другим образом Определили Кто будет Вести первое Господин Михайлович Вам для этого Нужно попасть в парламент Стать депутатом парламента И приложить Свою законодательную инициативу А что господин Михайлович Может в прямом эфире Заявится Слых амбиций Нам будет интересно Но поймите правильно Зачем менять То что уже работает Я объяснил Чтобы Нет То что Выборная система То что поменялась система Это как Избираются депутаты Это никак не влияет На работу Самого парламента Вообще абсолютно Давайте следующий момент Вот господин Михайлович Говорит Что есть Что он не знает О таких критических замечаниях Значит Ограничение права На законодательную инициативу Зачем Вводят В новый регламент Или как он называется Кодекс Значит Что юридическое управление Будет вправе Давать оценку Соответствует ли Разработанный законопроект Нормам Или нет И если вдруг Юридическое управление Решит что нет То законопроекту Ход Секунду Ход не идет У меня вот в этой связи Встречный вопрос Поскольку Юридическое управление Будет всегда Подчиняться Правящей партии Чьи интересы Оно будет продвигать Господин Новак Да Действительно Это Скажем так Попытка ограничить В инициативах И даже если И эта инициатива Образно говоря Не соответствует Взглядам И политики Правящей Партии Или коалиции Что будет То С каких пор Какая-то Комиссия Вот она решает За депутата Даже не комиссия Потому что Граждане выбирают Депутата Не выбирают комиссию А депутат Соответственно В законодательном органе Они представляют Народ Который его избирали И ограничивать В тех или иных Инициативах Которые К примеру Депутат Обещал народу Ну это По мне Это очень Ну просто Давайте скажем так Что это Субъективный Момент Может быть Господин Михаэш Может быть И они Кстати Людмила А приори Даже Саму инициативу Вот он называется Вы правильно сказали Вот сегодняшний действующий Он называется Регламент В Конституции записан На секундочку А то что они предложили Называется Кодекс В Конституции На сегодняшний день Очень четко написано Что это Парламент Действует На основании Регламента Вы подготовили К закону Скажем так Приложение Конечно Вот посмотрим Как вам Есть Господин Михаэш Хотите я расскажу Конечно Посмотрим Я вам расскажу Обсуждаем Как пройдут Здесь очень серьезно Как пройдут Хотите я вам расскажу Когда мы рассматривали вопрос По поводу Дня тишины Да И чтобы разрешить агитацию Были подготовлены Законодательные инициативы Амендаменты Ко второму чтению Поправки Да Поправки Перевожу Поправки Так вот Все поправки Которые были подготовлены Партией социалистов Которые кстати улучшали Это Намного улучшали По поводу того Чтоб не было карусели И так далее И тому подобное Ни одна поправка То есть вы считаете Не была Ни одна Почему Потому что она Противоречила Интересам Демократической партии И тому Что они там написали А знаете какой был ответ Ну в это в принципе Хорошо Но вы попробуйте В следующий раз И вот тут будет то же самое Согласились с тем Чтобы отменили В день выбора В агитацию Нет Я вас прошу Давайте к этому Законопроекту Вы согласились с тем Чтобы отменили День зишины И чтобы разрешили Агитацию Я так понял Не правильно Вот вы получили ответ Подождите Я посмотрел Когда работал Парант Соответственно Не выступали Мы подумаем Мы еще не определились Я призываю вас Сейчас не менять Тему Сейчас вас Господин Михаеш Собьет с тем И начнет говорить о другом Давайте мы вернемся Мы критиковали В первом чтении Ко второму чтению Что мы критиковали День тишины Или День выбора Да все абсолютно В том числе День тишины И были поправки Которые успешно Были отклонены Большинство Потому что Насколько Отменили Здесь имеют Ну видите Значит 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 Вы Значит У вас разная информация Хорошо Давайте не переводим тему Потому что У нас по этому поводу Уже была программа Господин Михаеш Я вас прошу Хорошо Я согласен Я отвечаю на то Что сказали здесь Мои Коллеги Коллеги по передаче Если вот так Скажем так Коротко скажем На эту тему На эту тему Надо просто Этот регламент Взять И просто Напросто Консенсусом Добиться того Чтобы он был Принятый Иначе Если президент Возвратит Новый парламент Придет И будет работать Старом От они Хорошо Вы согласны По поводу Президента Я могу Добавить Еще Возражения Которые Мы стали Получать От экспертного Сообщества Вот что Говорят Эксперты Во-первых Они вообще Не поняли Зачем Регламент Парламента Дайте Я задам Вопрос Чтобы вы Тут же Начнете По очереди На него Отвечать Зачем Вообще Парламент Должен Заниматься Полномочиями Президента Если это Регламент Парламента Объясняю Значит В этом Новом Регламенте Есть Моменты По процедуре Временного Отстранения Президента И объявления Вакантной Должности Президента То есть Вы понимаете В рекламенте Парламента Там есть Вот эти Моменты Вот при чем Тут Парламент Вообще Очень просто Например Если Президент Додон Пойдет Кандидатом На выборы По спискам Социалистов Например Тогда Настанет Момент Кто-то Будет Должен Вакансию Президента Почему Потому что Где это написано Секунду В каком Назовите Судар Секунду Президент Не может быть Членом партии Хорошо Господин Михаил Он не может быть Членом партии А он не имеет Права Как не член партии Возглавлять Какой-то список Он имеет Право идти на выборы Но не имеет Права Оставаться В должности Президента Почему Где это Нет Вы юрист Апеллируйте Пожалуйста Законодательными Актами Где в Конституции Или в каком Либо законе Указано Что президент Если баллотируется По спискам Какой-либо партии Я отвечаю вам Секунду Написано Что он должен Быть Пост должен быть Вакантный Значит Написано Секунду Я дальше продолжу В кодексе У выбора Четко написано Министры И государственные Служащие Второго И третьего Уровня Извините Президент Не относится Ни к одному Ни ко второму Мы придем Все равно К тому Что конституционный Суд Должен будет Высказаться Если достанется В данном случае Есть конституция Есть конституция Есть кодекса Выборок Где четко Все прописано Чего вы сразу Если там Не написано Что он Секунду Он не идет Как член партии Он идет Как физическое лицо Господин Михаеш Вы что Вы имеете право Он же президент Мы сейчас говорим О выборности Господин Михаеш Вы сейчас Я не скажу Что вы вовремя Я слушаю Вы сегодняшний Вы являетесь членом Какой-либо партии Нет Вы Вот Можете быть Завтра В списках Какой-либо партии Могу быть В качестве депутата Тоже самое Президент Он может быть В списках Не будучи Членом партии Я подниму Вашу точку зрения Но я считаю Что Если президент Имеет право Баллотироваться Пожалуйста Идите Если президент Пойдет завтра Во главе социалистов Это его право Как гражданина Но он имеет Качество президента Страны И что же с этим делать Если он будет избран В качестве депутата У него будет 30 дней Для того Чтобы выбрать Остается он В качестве президента Или будет депутатом Это будет флор Одной политической партии Если президент Останется президентом Вы же понимаете Это правильно Нет Подождите Вы сейчас преподносите Вы знаете Если не указано в законе Мы бежим в конституционный суд Потому что он А вот я так не хочу Сейчас расстраивать вас Но я сейчас вам скажу Секундочку Понимаете Весь ужас ситуации в том Что в этом новом кодексе Там не нужно обращаться В конституционный суд Секунду Для того Чтобы он толковал Вопросы Отстранения президента От полномочий По новому Этому документу Не требуется Заключение Конституционного суда По новому регламенту Это может произойти По распоряжению Председателя Парламента Вот Вот Понимаете Здесь Вот юристы На чем Я хочу сейчас Ваш комментарий По этому поводу Мы не говорим Мы говорим Господин Михаеевич Уже конституционный суд Отстранял Теперь Сейчас Хотят конституционный суд Убрать Потому что его критикуют И оставить Это просто Намратным Депутатам парламента Вы же понимаете Что никто не может Убрать право Депутата Обратиться в конституционный суд Если возникнет Да тут говорят Что не нужно Обращаться Господин Михаеевич Вам же чип Слушайте Мне требуется Не нужно Обращаться В конституционный суд Возникнет Конкретная ситуация Я уверен в этом Президент Дадон Попробует Стать Первым лицом Который потянет За собой Соцпартии Это нормально Его право Я с этим не спорю Как человек Как вы спросили Да он имеет это право Но есть вопрос Он же президент страны Что с этим делать С моей точки зрения Он должен Сложить свои полномочия На месяц Который будет Приведена компания На месяц Подождите Какой акт Реглиментирует Вот это Вот видите Доматинет Нет 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 Подождите Вы не водите В заблуждение Народ Потому что здесь написано О том что его могут Отстранить от должности В случае если он не Промульгирует закон А не в случае Если он будет Баллотироваться в депутаты Не подайте Пожалуйста Понятия И конституционный суд В данном случае Уводят в сторону Понимаете И берут эту функцию На себя А тем самым Мы не нарушаем Шестую статью Конституции Разделение властей У нас разные точки зрения Это не разные точки зрения Мы нарушаем Как юристы С точки зрения Я видел что в парламенте Эти разговоры были Посмотрим какие будут Социалисты Я думаю Я в качестве юриста И мой коллега Тут все юристы Вы даже магистр Или у вас другая конституция Три юриста Четыре мнения Знаете Многое есть Такое Нет Ну вы же руководству Это ужасная ситуация Вот потому что у нас Три юриста Четыре мнения Европейцы и говорят Что у нас судебная реформа Отвратительно проводится И критикуют ее нещадно Господин Михаил Вот так быть не должно А то что вы сейчас говорите Вот у нас так происходит Я посмотрю внимательно На то что предложат Депутаты Коммунисты Не только в парламенте Потому что это действительно Очень важный Конституциональный Но и в школе Вы имейте ввиду Социалистов Возможно Или вы коммунистов Имейте ввиду Есть там не только Социалисты В оппозиции То есть вы ждете Что предложат коммунисты А почему Вы считаете Что они как-то будут Слушайте Не только социалисты И коммунисты Вы могли бы сказать О ЛДПМ И либерал Мы выделили коммунистов А мне интересно Почему Я сказал по другому Кто-то здесь выделил коммунистов и сказал так, посмотрим, что депутаты социалисты предложат, что другие депутаты из других фразов предложат. Хорошо, господин Михаил, подожди, господин Михаил, они предложат хорошее. Посмотрим, подожди, подожди, например, они предложат хорошее или плохое. И вот депутаты ДПМ это все отклонят и примут свое. Что вы тогда будете говорить? Слушайте, я не могу отвечать за действия не депутатов. Нет, так подождите, вы сейчас говорите, мы посмотрим, что предложат социалисты. Я как эксперт говорю. А зачем ждать, что предложат социалисты? Я хочу посмотреть, кто что предложит, что придет. А зачем смотреть? А давайте мы вообще это рассматривать сейчас не будем на уровне этого парламента. Пусть изберут следующий парламент, и те будут избирать себе правила игры. Понимаете, предыдущие. Господин Михаил, у меня вопрос к вам. Пожалуйста. Вы читали вот этот новый проект, кодекс, как он называется? Конечно, читал. Читали, да? Вы считаете его хорошим? Я считаю, что там есть, скажем так, две трети хорошие, одна треть спорная. Какая именно спорная? Ну, есть моменты. Сейчас я не буду вникать во все подробности. Ну, например, хоть что-то. Например, я вам сказал, первый вопрос, который мы обсуждали, что кто должен открывать первое заседание. Я предложил свою точку зрения. Это плохое или хорошее? Я предложил свой вариант, но вы забыли. Вы знаете, что представители фракции, то, что вы предложили, это не написано в кодексе. А может быть, будет записано. Я чувствую, господин Михаил все-таки должен баллотироваться в депутаты. Если вы меня убедите, я это сделаю. У него есть. Не, я не собираюсь вас утверждать. Но у вас всегда просто есть своя точка зрения. С демократической партии найдет. Я же сказал, с моей точки зрения, надо работать над ним. Это сказал и господин, по-моему, кто там выступал, Сырбу, да? Сказал, давайте ваши предложения. Были вообще интересные объяснения в отношении фракции, например. Вы говорили, что одна треть из этого проекта, который мы обсуждали в первом чтении, плохая. Неплохая, но может быть доработанная. Доработанная. Ну, кроме того, кроме первого заседания парламента, кто открывает, вот что еще вы видите там. Потому что это не одна треть, это один пример. Слушайте, давайте сделаем так. Когда вы опубликуете свою точку зрения... Ну, мы опубликуем, но оно... Я скажу, как эксперт. Давайте пойдем по моей схеме. Пойдем по схеме. Я вам помогаю здесь, господин Михаеш, вы должны оценить. Вы оценили. Я читал, могу проехать телефон, вот сейчас в прямом эфире. Где у меня документы. Господин Михаеш, а я бы вас даже... Вот, секундочку. Можно реплику в отношении консультанта? Я бы вас даже в помощники не взяла. Все-таки, да, потому что видите, поскольку вы вот не верите в нашу юридическую систему. Так что вы здесь не торопитесь. Смотрите, в проекте может быть не создано парламентское большинство. Очень многих это волнует, да, потому что они предлагают, что должны быть какие-то временные образования между депутатами, которые будут в конечном итоге обязывать президента, да, принять ту кандидатуру, которую они предложат после согласования с фракциями. Но тут два вопроса. Если пять фракций, пять кандидатур, да, какую все-таки принимать президенту? Или что вот не принимать? И вообще было толкование конституционного суда по этому поводу. Что вообще делать с кандидатурой премьер-министра? Вы поняли, господин Михаеш? Опять же, есть решение конституционного сезона. Там четко написано, парламентское республики, парламентское большинство предлагает президенту. Если что, мы с вами уже об этом говорили. Давайте договорить. Ну пусть скажем, да. Пожалуйста. Вы уже, в качестве зрения, не спорите, в качестве зрения. В качестве зрения. Согласно конституции и толкованию конституционного суда, когда создается парламентское большинство, доводится до сведения президента, что это парламентское большинство создано. Ему, как было случилось в Симовке, ему предоставляется пакет документов, кандидатура премьера. И он обязан ее принять? В данном случае, да. но если создается большинство а как он был избран а как он был избран здесь есть матчонки нюансы послушайте, здесь в чем разница ну и что? вы отвечаете на вопросы а я говорю о том, что президентская республика что ли? нет, а я не говорю, что президентская республика а есть понятие смешанная республика понимаете, если вы не знали это и в политологии есть, и вируспруденция есть поэтому, если у нас нет, ну господин Михайлович, теперь давайте по полномочиям вы пытаетесь представить желание я пытаюсь говорить с точки зрения конституции республики Молдова а не разводить демагогию как это делают многие политологи так вот, если брать конституцию республики Молдова, у нас с 2000-го по 2014 год парламентской республики по полномочиям парламента президента и правительства не было мы только стали на рельсы и то на рельсы мы стали, потому что начали президента избирать в парламенте а с тех пор, как мы начали и вернули что мы избираем президента всенародно мы тем более ушли от момента парламентской республики поэтому говорить о том, что Конституционный суд, принимая решение в 13-ом и 14-ом году говорил о парламентском большинстве и предлагал какой-то пакет документов что это применимо и сегодня в этой ситуации так извините, Конституционный суд несмотря на то, что там сидят доктора-хабилитаты пару из них даже конституционников должны были давно опять таки исходя из своего решения о том, что мы переходим к всенародным выборам пересмотреть это но они это не делают сознательно потому что сегодня это выгодно демократической партии и вот поэтому это предварит и вносится поэтому не нужно сейчас говорить и разводить демократию мы говорим с точки зрения Конституции я понял, вы за то, чтобы было пересмотрено то решение в связи с тем, что изменился порядок избрания президента не просто порядок избрания и полномочий о Конституции я могу дать доводы, что в многих европейских странах президент выбирается напрямую и у него оставьте европейские страны в покое например, Чехия, Португалия мы европейская страна? мы уже входим в Евросоюз? нет, вот когда мы идем, тогда вы будете приводить примеры европейской страны сегодня мы живем в Республике Молдова у Республики Молдова есть Конституция есть нормативные акты которые вы, кстати, как юрист должны знать что мы должны соблюдать верховенство закона у нас у Конституции поэтому будьте любезны будьте любезны, соблюдайте Конституцию секунду, когда Конституционный суд я понимаю, что не нравится а я вам объясню сейчас когда Конституционный суд превышает свои полномочия лезет в Конституционную материю и меняет Конституцию это грубое нарушение что прокуратура имеет право воздействовать на Конституционный суд опять таки Демократическая партия это прикрывает Асанду написал и что ей написали в ответ? что отказывают, потому что у них нет полномочий таких все сказали, что Асанду юридически безграмотная после этого это сказали эксперты политологи тем самым, что говорил господин Мишин Конституционный суд в принципе неоднократно взял на себя полномочия законодательного органа это я вообще, я пока хотя бы так хотя в Конституции четко написано что единственный законодательный орган это парламент если вы считаете, что у вас есть а вы говорите Конституционный суд пожалуйста, социалисты имеют возможность подавать какие-то изменения через референдум или через... а секунду, а референдум дали провести? когда хотели провести секунду, нет, подождите был референдум по поводу изменения Конституции а его дали провести? я повторяюсь нет, вы отвечаете сейчас на вопрос причем тот же Конституционный суд вот этот референдум и зарубил в следующем, будут много соответствий не знаю сколько их будет, но будет много пускай сделают пожалуйста предложение к изменению Конституции посмотрим пройдут или нет с моей точки зрения сегодня баланс какой-то силы есть, президент избирает народ это его право которое я считаю, что было дано правильному народу обратно, с другой стороны я всегда был за парламентаризм за парламентаризм потому что один человек не может руководить страной парламентаризм должен быть качественным а что у нас происходит а у нас произошло интересно у нас было избирался президент в парламенте и у него было больше полномочий чем тогда, когда президент избирается народом поэтому я говорю, что у нас парламентаризм если мы идем к парламентаризму должен быть качественным и очень качественным на данный момент имеем что имеем право мы чуть не застряли на этом вопросе господин Михаеш хочет высказаться я не могу лишить его этой возможности другие моменты не, ну вопросы создания фракции например, да а вы меня спрашиваете это говорит о том, что вы не считали франция 6 человек, группы 3 человека как они считали? так и что здесь плохого? господин Михаеш а то, что могут перебегать от одной к другой? и что вы хотите через регламентаризм буквально на следующем заседании парламента это хорошо вы хотите через регламентаризм парламента это запретить? зачем это разрешать? вопрос а зачем это? заканивать уже что такое регламент парламента? мандат у меня в России без тяну вы знаете подождите, а при чем здесь императивность мандата? мы сейчас говорим о предполе из партии партии из фракции задевается поймите господин Михаеш господин Михаеш никто не говорит об оперативности мандата вопрос летит о том, что сегодня пытаются приземлилим их переход из партии в партию из франции они переходят, что ли? а зачем это официально заканивать? говорим о том, что нужно это запретить на уровне закона смотрите кто не хочет запретить это? кто вам сказал, что хочет запретить? buda в императиве стену я объясню почему эта тема важно я объясню почему это тема важно когда демократы в четырнадцатом году вошли в парламент сколько депутат 19 а сколько сейчас в парламент хотите я спрашиваю сколько было сколько сейчас что было 19 отсюда нормально не давал оставьте императивный мандат пока это никто не избирается в данном случае по императивному мандату то что императивный мандат хочет сделать демократическая партия сократив секунду сократив число депутатов это мы поговорим с вами когда приблизился секунду на самом деле вот в этот регламент пытаются узаконить именно вот это эту перебежку из фракции фракции тонн тот момент который в принципе выступает все но народ вообще против этого неважно из какой фракции в какую будет от зеленых голубым или к синим или к любому другому люди это воспринимает негативно абсолютно все то что они пытаются сделать они пытаются это узаконить абсолютно мы все против мы не говорим о том даже если будут на будущее те скажем так я понимаю волнение господа михаеша вот он вот он думает я начала говорить вы меня перебиваете я понимаю ваше волнение вот в чем она может быть вот смотрите он переживает что вот идут они одним составом а потом что-то меняется в доктрине партии или там как-то вот как быть там людям должны не иметь права выйти или не да так вот нас волнует больше больше другой депутата да у нас больше волнует другой понимаете то когда вот последний раз фракция дпм было очень много обвинений в код в подкупе я не могу сейчас сказать вот это да утверждать но как никогда было много если люди не согласны с чем-то пусть выходят не входят ни в какие эти самые организуют свою группу я понимаю даже сейчас я знаю сейчас даже о чем я говорю но когда из одной фракции четко в другую это по секундочку и эти люди организовывают парламентское большинство и тем самым начинают полностью влиять на политику страны если брать из вашей логики тогда есть только один вариант компромисса и он заключается в том чтобы депутаты никто же не может ему запретить выйти из партии с ракцией чтобы он если на пришел например пришел по спискам социалистов чтобы он мог выйти из партии стать независимым но не мог пойти в другую партию потом заключается ваш ваша идея так понимаю нет они вообще захотят запретить миграцию это или вот объяснять давайте как и есть уже если мы серьезные люди собрались это на данной конституции это не пройдет если к один вариант по данной конституции он выходит из фракции но не имеет право этим другую фраз он будет независимым выходит спорт из демократической партии социалистической партии и он может так и что вот если исходить из этой ноги только это возможно под данной конституции сделать то есть регламент который сейчас на практикуете сейчас да я смогу я могу с вами честно согласиться с тем чтобы депутат выходя из какой-то партии не имел права в другую парламентскую партию почему тогда в этом регламенте это официально разрешается и сделайте на уровне закона опять же сотни раз хочу повториться делать сделаем сделаем сейчас вы говорите как сказал из этого регламента я считаю что можно дополнить можно доработать вот один из пунктов где можно доработать с моей точки зрения является вот то что мы сейчас говорим чтобы депутат выходя из какой-нибудь партии станут собой независимым и не входил бы в другую партию если есть если есть инициатива я вообще так вот сейчас подведу да вы имеете право на свою точку зрения сегодня существующим уже написано я знаю подожди она есть сегодня в действующем регламенте право знаю зачем новый если вы то что вы сейчас говорите уже написано жалоба демократы на этой неделе с поправками или без от социалистов но как правило это без поправа принимается документ во втором чтении и он попадает поправки на их и не принимать как правило как правило попадает в президенту президент этот документ не промульгирует и что дальше вот и что дальше вот и секундочку я как магистру вам объясняю теперь господин михаэш время все смотрят и думают что же может сделать этот парламент может ли он переголосовать уже этот закон он ведь закон органический а имеет ли право органический закон не имеет права принимать органический конституционный закон после того как что есть возможность добиться консенсуса по спорным вопросам о товаре главное чтобы новый парламент новый состав парламент имел нормальный документ для работы если демократическая партия не примет наши поправки то есть они осознанно идут на то что этот кодекс вообще не будет принять правильно подождите я не буду отвечать сейчас за демократов я отвечаю не дает за кого я даю твое 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 зрение я считаю что есть возможность добиться консенсуса по самым спорным вопросом если это будет сделано президент промульгирует а к примеру не добились консенсус не приняли и его проголосовали если не добились есть два варианта а вдруг президент его промульгирует на какую-то тему говорил с президентом вот на эту не говорил но мы про эту тему все-таки вас хотим спросить михаэш надеяться на президенту и деду понравилось чтобы его устранили я считаю что социалисты должны поработать и добиться добиться чтобы документ стал рабочим серьезным документом потому что он уже он уже есть рабочий серьезный документ я не должен лезть до в чужой огород вот я поняла ваши высказывания усложняют теперь свой ответ мы живем в республике молдова где любое толкование любого закона любых полномочий в принципе у нас возможно ведь никто не думал же что у нас о том что декларация независимости будет приоритете над конституцией никто никто не думал что у нас могут временно на пять минут отстранять президента никто не думал что у нас возможным многие другие юридические моменты и поэтому я вас спрашиваю то есть по логике которую я сейчас описала на этот закон органический как мы уже сейчас все это выяснили получается что у этого законопроекта незавидная судьба президент не промолитирует и уйдет он себе мирную историю а если нет если они поступят креативно юридически фразу понимать закона который меня опять не прибывает очень важно так президента будет непростая задача он получит на стол изменения избирательному кодексу и новая рекламность будет очень важный момент посмотрим какой из документов он про магиторе или вообще не промолит ничего я все-таки возвращаюсь сейчас своему вопросу я не буду отвечать но мне интересно что я думаю что не можете вот объясните мне президент не промолгирует а я думаю что он скорее всего ни один ни второй документ не промолгирует а так кто в том варианте как они приняты ну наши демпартии я так думаю у них креатив довольно большой они не исключая они не будут ждать второго до второй раз не промульгация то что не второй раз они сразу там возьмут два двух депутатов самых которые быстро умеют бегать до конституционного суда и принесут туда красивое а протестование и спросят а можно ли при том что первый раз господин президент не промолгировал закон но у нас к сожалению полномочия на то чтобы это уже не лезет на куда переголосовать мы уже верят на год страниц на 5 минут давайте уверен это вы утрируйте вы утрируйте я не утрирую если давайте посмотрим будет оно так или нет ой давайте не будет я бы хотела чтобы не было подписал право приголосовать не имеет право возле 30 числа новый парламент а при чем тут новый парламент законопроект не переходит от одного регистратора другой зарегистрировать в новом парламенте если они будут депутатами тут еще большой вопрос понимаете по закону любой закон даже если он в первом чтении он не переходит с одного сосыва на другой я имею ввиду другой по любому нужен будет новый регламент появится другая ситуация такой же будет другой проект закона тоже все равно нужен будет я еще хочу поделить господин вы говорите что нужен другой регламент а что в этом вот действующим не хватает я же объясняю появится 51 депутат который выбрана в одномандатной системе они какие-то права я вам скажу что имеют ввиду господин михаеш я вам помогаю сейчас оцените например что можете иметь ввиду смотрите там еще вводится некая фигура некого смотрителя констебля понимаете да то есть в принципе в этом парламенте этого не было но это будет стоять человек который будет следить за тем как наши депутаты ведут себя вот например будет какой-то депутат смотреть в телефоне или в компьютере то что не нужно смотреть и он как бы сделать ему аккуратное замечание а если он будет кричать и оскорблять тогда ему попросят выйти из зала так я понимаю да вежливая картина вы согласны сейчас с моей помощью господин михаеша он согласен вот хотя бы так и будет бросаться с кулаками на депутата что чтобы не было там драки кто-то должен все это делать ну Витя я же вам помогла господин михаеша когда была драка вы помните в 2014 году потому что мы не имеем право когда выключили камеру то есть в принципе всегда я сейчас что я сейчас я же вам эту идею подкинула вы мне рот не даете я хочу сказать одну фразу к сожалению в данном законе к сожалению вы ее хотите сказать но скажите а вот адвокат или юрист должен принести справку и прокурор тоже и вот пройдут пару дебилов туда в парламент и что с ними делать если они будут кидаться кулаками на председателя парламента там или на других депутатов а это одна партия где есть такие люди в один случай приводите за 27 лет почему один потому что он один с 2010 по 2014 было 3 или 4 драки в парламенте я могу даже напомнить ну давайте напомните откуда было 3 или 4 было да потом тот же мунтиану там брыкался попалом сходил с кулаками ты по-моему большой боксер надо было ему дать по репе ну ладно вот сейчас я как парламентский секунду 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 я почти как парламентский констенбль давайте все-таки слово репу и дам мы не будем использовать мы же не депутаты правда теперь продолжается пожалуйста было бы господин михаэш тот регламент который сегодня существует в парламенте республики молдова который живет с 2005 года и абсолютно не важно по какой системе избраны депутаты они депутаты парламента республики молдова и что не важно секунду секунду господин михаэш да послушайте до конца значит не важно я вы избран по по списку или я бы избран одномандатником я становлюсь депутата парламента я решаю в какую фракцию войду я могу быть избран по спискам фракций социалистов и первые 10 дней пойти в другую фракцию и это этот этот регламент предусматривает и предусматривает как не жить и предусматривает как должны работать депутаты парламента и это работает а то что нынешнее парламентское большинство не соблюдает элементарные нормы которые записаны в этом регламенте не означает что его нужно поменять таким образом как они меняют а это все делается для того чтобы узаконить переход депутатов из одной фракции из одной партии в другую ограничить полномочия президента и получить что если ты парламентское большинство ты можешь президента вообще выкинуть поста простым постановлением парламента ура я наконец получила ответы на свои вопросы весь мир просила вас хоть как-то объясните зачем господин Михайлович вы видите здесь конкретно я наконец получила ответы на вопросы для чего вы еще хотите добавить пожалуйста миша скажет там есть положение что парламент считается собран собран если конституционный суд утвердил мандаты двух треть депутатов а остальные молодец то есть остальные вообще не нужны я конечно не хочу делать такую ситуацию но я вас прошу а вы голосовали за изменение кодекса выборов там же предусмотрена ситуация вот сейчас мы опять идем на другую что там ждет третье когда избираются две трети написано в кодексе вы тоже лично голосовали считается что парламент может быть созван после выборов это в кодексе выборов есть это написано в регламенте это написано в кодексе выборов и оттуда не взяли в регламент вы согласны господин Мишель вы сейчас под конец запутали телезрителей они все не поняли о чем вы сейчас все говорите если конституционный суд утверждает две трети мандатов парламента новый парламент может быть созван и может быть может быть подождите но тут господин Михаэш используйте термины тогда как юрист да но остальные если спорные он их должен объявить либо повторные выборы секунду вы говорите а и говорите б и говорите я то в тех он это касается одномандатных округов он повторные выборы объявляет и дополняет все эти две трети ну да конечно я предлагаю вернуться к теме программы сегодняшней мы не говорим сегодня непосредственно да у нас не тема кодекса выборов извините пожалуйста я хочу две минуты господину наваку еще дать по поводу вот судьбы этого законопроекта и вам конечно господин Михаэш вот вот целям очень наконец к концу я очень четко услышала для чего это все было сделано вы добавили если есть еще дополнение добавляйте это основное то есть смысл вот это есть возможность снятия президента с должности узаканивание вот этого то есть то что говорил совершенно верно но если если все таки господа демократы не примут те поправки которые мы уже подготовили то это чистый популизм потому что ну не пойдет президент на то чтобы его сняли это точно понятно и это чистый популизм увидите если они встанут ну образно говоря не знаю как говорят в народе рогами и не примут ну это в народе если они проявят я предлагаю такую формулировку принципиальность да огромную принципиальность да если вот эту принципиальность они проявят то то естественно я не вижу то есть успеха этого проекта я не вижу спасибо две минуты две минуты не более первое то есть в конечном итоге зачем это все первое нужен новый регламент потому что по-другому будут избираться депутаты второе но этот регламент не перфектен ему надо дорабатывать третье если есть спорные вопросы по первому чтению пожалуйста социалистов есть возможность прийти с своими дополнениями я внимательно посмотрю эту работу потому что это очень важный документ четвертым действительно есть фильтр президента если президент не захочет его промагировать он просто станет мертвым документами так что я считаю что в интересах всех и демократов и социалистов и коммунистов и либералов доработать этот документ я благодарю вас за точку зрения яркой получилась сегодняшняя программа видите мы взяли только один маленький вот аспект вашей депутатской деятельности и сколько можно было бы на самом деле это анализировать и сколько может быть версии потому что на мой взгляд такие вещи нуждаются в необходимости необходим анализ что могу вам сказать в том числе вам мы же хотим ориентироваться все время на просвещенную Европу мы хотим чтобы у нас были законы подобного уровня вот мы ассоциированные члены Евросоюза нам все время грозятся назвать дату вступления ну в общем все в таком духе давайте так если мы уж решились на это по крайней мере власть все время об этом говорит давайте смотреть что делается там а там я знаю одно что перед выборами каждая европейская страна старается как можно меньше изменений принимать тем более в такие сроки мне кажется что если сейчас вот это все передать европейцам и сказать вы знаете у нас это в принципе все за три месяца до выборов мне кажется смех это будет лучший ответ может быть и хуже потому что есть даже положение нежелательности за полгода за год какие-то вещи менять они почему-то у нас игнорируются и не должны работать над ним ни те ни другие мне кажется это не не время этому законопроекту благодарю вас за то что пришли за яркую беседу да приходите еще будем спорить вы смотрели программу полюс я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера